Приветствую вас, и в общем и целом я согласен с коллегами в той части, что вам не стоит давить на ребенка как-то, не стоит рассказывать ему как глупо она поступает, как неправильно она поступает. Это ни к чему хорошему не приведет. Здесь я, в принципе, согласен. Я согласен здесь с коллегами, но вы, наверное, скорее всего, считаете, что, ну или вы, или мама считает, что для ребенка это просто блажь, и что, в общем, ей не нужно об этом переживать, да, ей не нужно об этом париться, и, собственно, скоро это пройдет. А вы, значит, вы не должны показывать девочке, что принижаете как-то значение того, что с ней сейчас происходит. То есть, вот, вынос, вынос мозга происходит, да, сейчас, слезы и сердца. Понятно почему. Ей тяжело без объекта любви, у нее сейчас идет страх, влюбленность, ей хочется быть с ним, вот. И вам нужно ей показать, что любовь и отношения это, в первую очередь, работа, это, в первую очередь, ответственность. То есть, не то, что она сейчас думает, что достаточно просто гулять вместе с объектом любви, и, в принципе, все. На самом деле это не так, и ответственность, это главное, что лежит на любом, на каждом участнике отношений. И если вы дадите своему ребенку понять, что ответственность это неизбежное часть отношений, неизбежное обстоятельства, неизбежная черта, то очень быстро она, девочка, я имею ввиду, подсчитывает, как это тяжело. То есть, обычно, первая любовь, она всегда, вот, знаете как, прогибается, проминается под грузом ответственности, под грузом невозможности людей быть вместе, что, ну, в 15-летнем возрасте вполне нормально. Очень редко единицы, когда из подобного что-то получается. Ванной на самой, это для себя осознать. Желательно вспомнить о том, как вы вели себя сами в таком возрасте, чтобы вам было легче девочку поддержать. И, значит, необходимо вам, по сути дела, лавировать между выполнением девочкой таких обязательных социальных ролей, как школа, да, какие-то сучки и так далее, и между, значит, тем, что девочка хочет. То есть, если вы принимаете ее желание, если вы говорите, что хорошо, ты, там, поедешь, например, к этому мальчику, но ненадолго, а только там на пару дней. Если она ездила на концерт, то, соответственно, опыт у нее есть. Вот. Но учеба не должна страдать от этого. То есть, это вот первое. Ответственность, разрыв, да, то есть, распыление ее внимания на вот какие-то другие моменты, связанные с жизнью. От школы, например. И так далее. То есть, вам, по сути, нужно потихонечку, потихонечку просто возвращать ее с небес на землю. Сейчас для нее, кроме молодого человека, ее вообще никого не существует, и это, в принципе, совершенно нормально. Оно, в принципе, так и должно быть. И вы, как мама или человек, о котором вы пишете, являющийся матерью, можете просто-напросто девочку в этот момент поддержать и относиться к ней серьезно. То есть, если она влюбилась, да, то что с ней произошло? Она повзрослела, да, она стала взрослой девочкой. И пусть это в действительности не так. Но вам нужно это сказать ей. То есть, донесите до нее, если она влюбилась, значит, она стала взрослой. А если она взрослая, значит, она несет ответственность. И, как бы, апеллируйте к тому, значит, что будет любить ее мальчика или будет она нравиться мальчику, если, там, вот, не будет, там, учиться, допустим, да, не будет развиваться, не будет что-то еще такое делать. То есть, по сути дела, вы будете, как бы, выступать, будете брать образ мальчика и оперировать им во взаимоотношениях с девочкой. Вот. И это поможет вам, используя такой рычаг, поможет вам направлять девочку в нужную ручку, чтобы она для своего мальчика хотела стать лучше. Она для своего мальчика занималась, там, школой, учебой, да, там, какими-то еще увлечениями своими желаниями и потребностями, которые у нее есть, вот, увлечениями в основном, конечно. И, рано или поздно, она просто окажется перед выбором, да, то есть, либо сейчас, вот, самое тяжелое, это пережить вот этот вот первый период, вот этот вот первый. А потом, так или иначе произойдет адаптация, и, как-то там, в этой адаптации девочка уже будет жить. И, рано или поздно, у нее наступит такой момент, когда ей придется выбирать, то есть, по сути, отношения будут возможны. Ну, если мальчик с ней погулял, то он дал ей надежду, желаю он того или нет. И надежда теперь будет двигать девочкой. Так вот, ради этой надежды нужно будет делать какие-то вещи. И делать довольно много, и довольно долго. И, рано или поздно, она окажется перед выбором, когда, либо она будет тащить на себе весь груз отношений, весь груз ответственности, либо нет. И, в этот момент, вам важно, важно будет ее поддержать. Вот. Я думаю, что, в принципе, больше вам, или маме ребенка, порекомендовать особо нечего, потому что, вот, по сути, адрес. Вы пишите, что она хочет ему ехать, чтобы поговорить, о чем поговорить, спросите ее. Что, как бы, даже, может, не так спросить, а спросите, как ты думаешь, как мальчик отнесется к тому, что ты хочешь ему сказать. Обязательно скажите, что мальчики не любят, когда с ними разговаривать, да, обязательно скажите, что мальчиком нужно быть недоступным. То есть, используйте ее желание быть сейчас женщиной. Ведь нужно понимать, что первая любовь, это не любовь как таковая в человеке. Да, безусловно, бывают такие случаи. Но, по большому счету, это всегда желание, это всегда идентификация себя с гендерной принадлежностью. И вот на эту идентификацию с гендерной принадлежностью вам и нужно давить. Как женщина советует ей, что с мужчиной нужно быть неприступным. Как женщина советует ей, что не нужно первое проявлять инициативу. То есть, если мужчина проявляет инициативу, он не будет ценить. А как женщина говорит ей, что мужчина не любит когда с ними разговаривать. Вот это вот выросе мозга, выросе отношений, вот это все. То есть, дайте девочке почувствовать, что вы с ней общаетесь как с женщиной уже. Как с ней опытной. И пусть она подчеркивает, что вы ее поддерживаете. И когда она подчеркивает, что вы ее поддерживаете, вы сможете использовать вот этот вот свой завоеванный авторитет более опытной женщины, не матери, как раньше, а именно женщины. Вы сможете, используя этот авторитет, направлять девушку в правильное русло, но, естественно, потихоньку, естественно, мягко, деликатно, вежливо и лучше всего не заметно. Для того, чтобы дать вам более подробные рекомендации и вообще узнать, как это все так получилось, а также, какие модели поведения девочек хотели, потому что то, что она влюбилась в мальчика из X-Factor, то есть, по сути, ну, в кумира, да, в икону, в образ, вот, это может быть следствием довольно серьезных проблем. И проблем, в первую очередь, ваших, то есть, проблем именно внутри вашей семьи. Я, конечно, этого не утверждаю, но это вполне может быть. И с этим вам нужно будет что-то делать. С этим вам нужно будет как-то справляться. Для начала надо осознать, почему девочка влюбилась именно в этого мальчика. Чему она считает, что у нее с ним все получится. Чем это продиктовано? Ее рисковостью, ее избалованностью, ее капризностью, ее стремлению убежать, ее стремлению что-то доказать. А если так, то почему? Откуда это появилось? Все творческие девочки подростки, ей 15 лет. Подросток это означает готовый к росту, то есть, готовый принимать решения. В этом возрасте нужно, чтобы человек действительно сам принимал решения и понимал ответственность за свои поступки. Чтобы она не чувствовала, что вы против нее, как вам здесь правильно сказали коллеги. 15 лет еще можно изменить кое-что в сознании подростка, но изменить можете только вы, как самый близкий родственник. А для этого нужно понимать, что с вами происходит. Поэтому в частности того, что делать картина такая, в частности более продвинутые консультации, я думаю, что направление я задал. Если будет у вас желание, то обязательно можно будет поработать. Ну, обязательно со мной, можете выбрать любого другого эксперта, который вам понравится. Вот, что здесь, дословно, никакой саморекламы нет. Всего доброго вам, удачи. Если вопросы какие-то остались, пишите в личку, отвечу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи вам еще раз.